Короче говоря, параллельный мир Чебурека. Был выходной. Я с папой сидел в комнате, и мы гоняли моими крутыми тачками. Смотрю, пришел мой друган Чебурек. Чебурек, а ты чего такой тухлый? Да скучно у вас тут как-то в мире людей. Игрушки у тебя одни и те же. Каша манная на завтрак постоянно. Друзья во дворе одни и те же. Скупота. Тоже мне, Клод ушастый. Что ты предлагаешь? А погнали со мной в мой Чебурекный мир смотаемся, а? Твой Чебурековый мир? А так что, можно? Ну конечно, я вас проведу туда. Ребята, а вы бы хотели попасть в гигантский Чебуречный мир? Если хотели бы, обязательно ставьте видео лайк. Ура! Мы едем в Чебуреку! Папа, зайти дальше скорее! Погнали! Рано утром мы вышли из дома. Чтобы побывать у Чебуреков в гостях целый день. Сели в машину. Мохнатый нам все время указывал направление. Лево руля! Ой, нет, право руля! Лево руля! Я капитан папки Антона корабля! Навигатор ушастый. Как оказалось, ехать на машине пришлось далеко. Я даже успел поспать. Спустя несколько часов езды, я наконец-то услышал фразу. Все, чуваки, сейчас выходим. Ура! Чебурек, мы приехали к тебе в гости! Какие гости? Дальше на машине просто ехать нельзя. Только на поезде. Все, мое. Мы отыскали кассу на вокзале. Купили с Папой билеты. И стали искать нужную нам платформу. Тьфу ты! Платформу 9,75 найти легче было бы. Наконец-то мы нашли ее и увидели свой поезд. Мы быстро закарабкались в него. К чебуречку пошли. Ух ты! Пап! Нашли свободные места. Сели. Я посмотрел в окошко. Перекусил немножко. Попил. Чебурек сказал, что поезд только тронулся. А ехать еще часа три. Я решил не тратить время зря и сразу поспать. Проснулся я уже на вокзале у Папы на руках. Посмотрел на Папку и что-то мне не понравилось его недовольное лицо. Пап, а ты чего такой кислый, кислая мина? Кислый? Это я-то кислый. Мы ехали к этому ушастому полдня. На машине, на поезде, пешком шли. А он, он ключи дома оставил. Короче говоря, параллельный мир Чебурека. Что, ребята? Посмотрите и другие видео на моем канале. Ставьте видео лайк. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.